Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Quest Chance открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас видео-покупочка новой породы, а точнее новых понях. Так что, наконец-то мы дождались дартнольских пони. Я ждала очень их выход, и сегодня мы купим одну из этих новых лошадок. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! День рождения в самом разгаре, и сегодня нам еще выдали код на вот эту шикарную куртку. Я прям безумно в нее влюбилась. У меня примерно такая же есть в жизни, только без всех этих крутых нашивок. Так что сегодня настроение прям просто суперское. Сейчас я качаю хрустальный туман, но так как это не последняя купленная лошадь, я могу позволить себе купить новенькую поняушку. Я очень сильно ее ждала, прям безумно хотела себе купить, но пока я ждала, я забыла, какую в итоге масть-то хочу себе в конюшню. И в итоге между вот этими двумя у меня сейчас стоит выбор. Имя и даже пол вообще не продумывала, так как у меня все эти факторы больше зависят от масти. На ходу все будем продумывать, поэтому давайте посмотрим. Дартмуски пони, лошадка третьего поколения, характеристика... Так, характеристики. Сила 4, дисциплина 2, скорость 0, выносливость 1, гибкость 0. Ого! Непривычно нарушать порядок фразы скорости и выносливость по нулям. Лошадка вообще не гибкая, так что в огибании бочек и препятствий будет тяжеловато. Но она очень выносливая. Если честно, мне всегда было интересно, в чем выражается в ССО сила, дисциплина и выносливость. Со скоростью и гибкостью все понятно. Я думаю, что сила выражается в прыжке, дисциплина в качестве управления, а выносливость, я думаю, раньше выражалась в том, насколько долго лошадь может бежать, не сбавляя ход. Но это лишь мое личное мнение и рассуждение. Стоит лошадка 850 старкоинцев. Завезли на нее, по-моему, 7 мастей. Давайте мы их все посмотрим. Есть вот такое вот. Чалые, по-моему. Могу ошибаться с мастями, но я стараюсь их произносить правильно. Но надеюсь, что я сказала все правильно. Так, потом вот такое у нас есть. Это караковый. Да, тоже я угадала, я молодец. Сура, прогресс в моих знаниях. Так, вороной, гнидой, светло-серый и... Так, а вот это уже проблема. Масть, которую я не знаю. Тут я, пожалуй, сдамся. Пожалуй, даже пытаться не буду, что это за масть узнавать. Вот такие вот лошадки очень классные. Конечно, вот просто светло-серая масть, я думаю, все согласятся, что безумно красивая. Ну, я имею в виду, согласятся те, кому данная порода понях зашла. Оказывается, 50 на 50 половине поняшки зашли, половине нет. Я же отношусь к тем, кто просто влюбился в данных поней. Просто всей душой и всем сердцем. Так, потом есть вот такой гнидой. И, по-моему, кстати, я смотрю на них. Если рядом не стоит персонаж, то кажется, как будто это такие некие богатырские лошадки, лошади, которые высокие, с густой гривой и хвостом, вот как вот богатыры рисовали на картинах. Ну, а когда уже подходишь ближе и видишь разницу роста с персонажем, тут уже понятно, что это пони. Так, ну что, очень симпатичные лошадки. Поняшки-лошадки. Ну, я их лошадками буду называть, я не могу их поняхами называть. Не важно, что это пони. Так, вот этот или вот этот. Вот такие... Ой, какие вы хорошие. Боже мой, прям не могу. Ну, что такое? Ну, давайте посмотрим теперь гриву. Это вторая лошадь, по-моему, у которой разработчики добавили дикую гриву. Такую некую, лохматую, с переплетениями. Потом данная стрижка у нас есть с бородкой. Но бородку я делать не буду. И мне казалось, что будет больше причесок с бородкой. Ну, видимо, только вот это. Как будто бы дикое. То есть, как будто пони рос больше на свободе, на пастбищах, гулял в табуне и в серию. Его только загоняли и выгоняли из конюшни. Так, дальше у нас вот такой таракез. Ты можешь немножечко, пожалуйста, пошагать? Тогда мы сможем рассмотреть твою стрижку. Да. Вот такой... Что такое? Да-да, я тебя беру. Что ты смотришь? Можешь не сомневаться. Вот такой таракезик. И... Хм... Кстати, а ничего. Челочка у нас остается. Хвост не меняется. Да. И вот такая вот красивая стрижка. Иракез. Густой иракез. Мы видим, что у лошади очень много растительности. Густой. Так, ну давайте посмотрим еще. У нас есть бритый. Даже не рассматриваю. Не люблю бритых лошадей. Исключение. Ахалтикинец и Мармари. Косички. Такие вот косички. Причем и на хвосте. Крепитесь, люди, которым не нравятся косички на хвосте. Хотя здесь, мне кажется, это выглядит очень даже круто. А, не нравится. Я вспомнила. Не нравится, когда на... Да, когда на шишках хвост тоже заплетен. Я... Ну, я не могу, что мне это не нравится. Но это странно. Почему, когда вы заплетаете коняхом в ССО шишки, вы зачем сделали хвост с косичкой? Это не спортивно. Я считаю. Я понимаю, если бы он был чуть там ровный, выпрямленный, такой подстриженный. Или там собранный в пучок. Я не знаю. Вот. Но шишки мне нравятся. Их, ну смешные. Я не могу. Такие прям прикольные дартмурские пони. Прям. Я просто в восторге. Так. И у нас осталась еще корешечка. Корешка это что-то спорное. На поняхах она мне не нравится. Не на Готланде. Не на Дартненде. Мне, по-моему, нравится корешка исключительно на Канемары. Но там она у них своя. Специальная, скажем так. А тут, ну, не... Нет. Нет, по моим ощущениям, все-таки она здесь лучше выглядит, чем на Готланде. На Готлэнде... А, и на Уэльце. И на Уэльце мне тоже не нравится, как смотрится корешечка. Прям вообще очень-очень странно. Так, тут еще человек выбирает себе поняшку. Уилл Медов Сонг. Передаю привет. Так, ну мы пока смотрим. Я просто хочу его сделать спортивным. Но не уверена, что хочу менять коро... Его... Да у тебя что-то такое? Не могу менять... Не готова менять его базовую стрижку на какую-либо другую. Поэтому, пока что, мы оставим его как есть. И заплатим за него просто чистые 850 старкунсов. Так, теперь главный вопрос. Руки в боки. Ты кобыла или ты у нас жеребец? Кто ты будешь? Ммм... Ммм... Я вообще не вижу в тебе кобылу, простите меня. У меня почти вся конюшня жеребца будет в очередной раз. Так, настраиваем и покупаем. Это будет жеребец. Конечно же, взрослый. И... На английском, может быть, его назвать. Все, ребят, я нашла идеальное имя для этого красавчика. С помощью колонки, конечно же. Автоматический перевод по духам. Бывает Бадди. Это хлебное тело. Ты будешь просто булочкой. Вот такой вот прям вот зажаристой, прекрасной булочкой Бывает Бадди. Ну, вообще, кстати, мне нравится, как сочетается. Бэбэ. Бывает Бадди. Бредушка. Хлебушек. Батоша. Может, ты Батошей будешь? Вроде у нас такой прикол был с молодым человеком. У него в фоллауте мы роботом называли Батошей. Может быть, ты действительно будешь Батошей? Вроде бы у меня на конюшне Батошей нет. У меня был богатыр, по-моему. А я не помню, кстати, у богатыря какая там кличка была у Фьорда. Надо будет это вспомнить, посмотреть. Так, в общем, Бывает Бадди. Все. Дартморские пони. Взрослый. Жеребец. Бывает Бадди. Батоша, наверное. Восемьсот пятьдесят старкоинцев. Стрижку пока не меняем. Так что покупаем. Так. Йес. Вот иди ко мне, мой Батошек. Какой ты маленький. Какой ты маленький. Божечки мои. Какие глаза. Все, ребят, у меня сердечко заколотило. Так, отправить в конюшню. Опять, правда, у меня нет свободных доников. Но все, неважно. Мы мчим. Мы просто мчим смотреть на Батошу. Не, мне кажется, Батош у меня тоже уже был. Вообще, я заметила, что за последний год у меня стало очень много лошадей с кличками. Такие, как Лайтушел, Фарлорд, Удача, Западная. Так, Батоша, 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 Батоша. Так, убираем. Батошечка, здравствуй. Смотри, тебе Майя сразу уход делает. Вот какая фрельсть. Как ты, ой, чё, какой ты хорошенький. Божь, все, 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 все. Так, мы тебя сразу чистим. Это неплохая анимация чистки. Да, ты тут пританцовываешь. Мы тебя кормим. Очень прикольно кушает. Так, мы тебя, пожалуйста, водичкой поем. Очень нравится анимация ухода. Ой, ты дыбы нам такие сделал. И чистка. Ну, нормально, устраивает. Дядя, как ты любишь так делать? Это прям вот, я не знаю, почему я так обожаю делать. И все, лошадь у нас сразу становится аж почти третьего уровня. Да. И тут у тебя такие дыбы низенькие. У меня с собой нету вольтрапа. Я все переложила уже. Я молодец. Я стараюсь поддерживать порядок у себя на конюшне. Папапапапам. Где, 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 где. Какой бы комплект на тебя надеть? Ребят, все, вопрос. Вообще-то решаем. Это будет вот этот вольтрап, который я не могу просто ни на кого надеть. Тут даже... На кого? Можно. По-моему, только на мустангов, на дартмурских пони. И на еще, кажется, кого-то. Давай зеленый. Мне этот зеленый цвет так сильно понравился. Так, и зеленые на гахту. И, у тебя зимой, какое счастье маленькое. Так, поехали. Ну, конечно. Ой, персонаж на нем сейчас выглядит очень большим. Но, наверное, на Канемары мы смотримся точно так же. Абсолютно точно так же. Ну что, ребята, я очень рада. Какая лошадка. Кстати, специально анимация у него махать ножкой. Но пока она нам недоступна. Давайте же выйдем на улицу и посмотрим его анимацию. Ой, ребята, я... Оооо... Я не могу передать словами. Какой кайф я сейчас испытываю от покупки данного пони. Просто мое почтение, разработчики. Вы заставляете меня покрываться мурашками от кизды на пони. Очень красивый. Очень аккуратненькие движения. Такие ножички. Прям очень сильно мне нравятся. Так, значит, у нас вот такой вот шаг. Так, кстати, он сейчас очень быстро шагает. Второй уровень. Рысь. Ну, я думаю, на рысь его уже насмотрелись, пока я здесь рысила. Так, голуб. Такой вот очень красивый, аккуратный. Прям выездковый, я скажу, голуб. Ну, по моему мнению. Так, сейчас давайте посмотрим обычный голуб, но вне бочки. Вот такой вот у нас просто голуб. Тоже достаточно плавный. Спокойный. Так, нежный голуб. Быстрый голуб. Вот такой. И более быстрый голуб. Ну, тут прям просто несемся со скоростью света. Остановка. Так, дыбы. Симпатично. И как мы ходим назад. Так вот аккуратненько. Мне очень нравится, кстати, как он делает осаживание. Мне прям ноги передние вызывают просто самые счастливые эмоции. Так, дыбы. Ну и специальный аллюк. Это мы пока не можем посмотреть. У него... Так. Один у него специальный трюк только. Да, у него удак мускупони. Только вот он махать будет нам ножкой с копытцем. Больше никаких специальных аллюров у него нет. На шифте тоже ничего у нас нету. Мы просто имеем шаг, рысь, манежный голуб, голуб, быстрый голуб и более быстрый голуб. Ну, в общем, карьер. Так. Ну, я не знаю. Вроде мне как нравится вот эта его густая грива. Ну, просто я привыкла, что вот такой густой грива обычного тяжика я ношу. Может, тебе все-таки стрижечку какую-нибудь сделать? Кстати, сейчас камера в парикмахерской для лошадей очень сломана. Особенно для высоких лошадей. Так. Так, но косичку я не хочу тоже видеть на твоем хвостике. Давай мы сделаем тебе корешку. С ней я точно долго покатаюсь. Вот это красота! Она, конечно, очень странно смотрится на таких маленьких лошадках. Ну, именно в ССО. Но мне нравится. Так что, ребят, вот такое вот вышло длинное видео с покупкой. В подробностях мне безумно нравится данный понь. Дартмурский понь. Только-только прибывший к нам на Юрвик. Я безумно счастлива в его покупке. Теперь, если вдруг будут соревнования с лошадками, я точно захочу взять батушу. Посмотрим. Если эта кличка не занята среди моих других лошадей, то это будет батуша. Вот. На нем будем кататься. А еще мы забыли с вами посмотреть самое главное. Мы забыли посмотреть его прыжок. Ой, типа зимой. Ой, типа зимой. Это так прикольно. Очень прикольный прыжок. Мне он тоже нравится. Вообще, слишком много в этом видео будет фраз, что мне нравится вся эта лошадь. Просто каждая ее часть. Но я не могу, друзья. Я влюбилась в эту поняшу. Очень сильно. Прям вообще от всей души и всем сердцем. Да, давно я не ездила на пони по Юрвику. Поэтому в ближайшее время, пока этот красавчик не достигнет 15 уровня, вы будете наблюдать меня верхом именно на нем. Так что на этом все. Видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Но я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. И всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Бушечки, я так надеюсь, что я никого до этого не называла Батошей. Я хочу, чтобы ты был единственной Батошей у меня на конюшне. Субтитры подогнал «Симон»